Здравствуй, мой дорогой друг! Добро пожаловать на мое новое видео по игре Американ Тракт Симулятор. Это рубрика «Обзоры модов» и сегодня я предлагаю посмотреть на новый мод под названием «Мак Супер Лайнер». Работает этот мод на версии 1.46, ссылка на него будет в описании. Получить его достаточно просто, там как бы типа будет платная форма покупки, но ты просто вводишь 0 долларов, нажимаешь «Продолжить», вводишь почту и он тебе падает на почту, либо прямо на сайте можешь его скачать. Вот такая история. Внешне моделька выглядит обалденно. Если бы я реально не знал, я бы подумал, что этот «Мак», классический «Мак» добавили разработчики официально. Ну, кто знает, может быть когда-нибудь такое и случится. Итак, что он имеет по тюнингу? Давай посмотрим. У нас есть D-CAP кабина, вот такая замечательная, с вот такими фильтрами. Смотрятся они, конечно, очень массивно, но также есть кабина и без вот таких фильтров. То есть, ну, ты его уже можешь здесь, в принципе, сам под себя выбирать, собирать кастомный проект, либо что-то делать под завод и так далее. Дальше есть вот такой кастомный слипер. Достаточно интересно он смотрится. Да, внушительных размеров. Прям-таки, да, кровать у нас там, к сожалению, одна. Но, опять же, куда там вдвоем? Где там ютиться, черт побери, вдвоем? Также этот кастомный слипер у нас дублируется в варианте без этих самых фильтров. Дальше у нас идет вот еще один такой D-CAP, но единственное отличие, которое я здесь нашел от первого, у нас поменялись вот эти вот навесные истории, да, и также у нас поменялись фары передние. По большому счету все, больше они не отличаются абсолютно ничем. И, как я полагаю, дальше просто будет дубляж. Будет все то же самое, только у нас будут изменены вот эти ресиверы, там, по всей видимости, может, аккумуляторный какой-то ящик, и будут поменены фары. Все. То есть, больше он абсолютно ничем отличаться не будет. Ну, давай оставим эту кабину, перейдем в тюнинг, да, и просто посмотрим, какие тут вообще есть фары. Вот такие есть стоковые, вот такие и вот такие. А если мы, допустим, поставим кабину с, ну, вот такими классическими, да, которые и на Freightliner Classic XL были, и на Kenworth тоже были здесь, они у нас вот такие. То есть, и все. По сути, больше отличий я, ну, вообще никаких не нашел, хотя я его и вдоль, поперек просто весь излазил и пытался действительно найти отличия. Далее я предлагаю просто выбрать какую-нибудь кабину. Ну, например, выберем такую. Почему бы нет? Пусть у нас будет кастомный слипер. Переходим к шасси. Для всех абсолютно кабина, но одинаковая. Это Wheelbase 240, Wheelbase 258 и 287 Wheelbase. Но тут у нас уже появляется третья ось. И дабы сделать эту машину максимально странной, непонятной и цепляющей взгляды, я ее оставлю именно с таким вариантом шасси. По движкам. Минималка 260, максималка 680. Все движки маковские. И, как я полагаю, все вот эти цифры, они взяты именно с реальных моторов. Но я просто хочу посмотреть, как себя ведет именно 260-сильный, самый-самый-самый слабый мотор. По коробкам. Тут тоже достаточно интересная история. Есть и макситорки, есть и танфулеры, эллисоны, есть и маковские коробки. То есть и прям выбор коробок здесь просто какой-то невероятный. Ты сможешь выбрать вообще любую абсолютно коробку. И я думаю, что, ну, явно не останется таких грузов, которые, ну, этот грузовик не сможет перевезти вот что-что. А, наверное, выбор коробок здесь самый огромный, который я вообще, в принципе, когда-либо видел в модах. По тюнингу салона. Ну, не по тюнингу, а вообще по салону, в принципе, да. Салон у него практически такой же, как я понимаю, как и у Mac R-серии. Вообще, в принципе, кабина-то у него даже такая же, да, только немножко отличается капотом. Ну, нечто подобное мы с вами видели также, кстати, в игре. Track Driving School, вот это Австралия, там все дела. Ну, салон выглядит достаточно неплохо, я хочу сказать. Хорошие качественные текстуры. Спалка тоже достаточно неплохая, просторная. Даже вот такая шагающая камера тут есть для любителей красивых скриншотов. Но чтобы нам попасть обратно за водительское, нам придется сделать вот так. Отличается только лишь расцветками. Никакой здесь комплектации нет и в помине, да. Вот все то, что здесь есть, это просто отличается цветами. Не более того. Покраска кузова также у нас, точнее, кабины также присутствуют. Есть много заранее подготовленных скинов. Какие-то из них кастомизируемые, какие-то нет. То есть, как вот покрасили его, так скажем, на заводе, так он и остается в дальнейшем. Но если вам это не нравится, опять же, к вашим услугам любой классический цвет и любой доступный классический перекрас. По тюняшкам колес тут у нас никаких своих собственных нет. Резины у нас тоже никакой новой не добавили. Далее, продолжая историю по боковине, ящик с аккумуляторами и ресивер можно поменять. Несмотря на то, что в зависимости от того, какую кабину мы ставим, но имеется в виду с фарами, да, в начале видео я рассказывал, здесь можно поставить любую, абсолютно, опять же, любой формы, любого содержания и изготовленную из любого абсолютно материала. Здесь полоски под кабину могут быть либо хром, либо окрашенный цвет кузова, на которые также можно поставить различного рода лампочки, маркеры и так далее и тому подобное. Так что, я думаю, любители кастома будут довольны. Здесь у нас меняются крепления под топливные баки. Вот такой есть сток, вот такой черный сток, и они могут быть крашены. Я вот ставлю обычный сток, потому что дальше можно выбрать непосредственно сам бак. Он может быть крашеный, алюминиевый, либо под хром. Ну, как-то хром на хроме выглядит прикольно. Баки, кстати, можно выбрать и побольше. Ну, в зависимости от того, опять же, какой ты выбираешь шасси, какую ты выбираешь кабину, какой ты выбираешь мотор и так далее, все это можно поменять. Здесь также сзади можно еще поставить дополнительный бак для гидравлики. Не знаю, зачем это нужно вообще, в принципе. Может быть, есть знатоки. В комментариях буду рад, если такие люди поделятся своим мнением, либо своим знанием. Зачем здесь бак для гидравлики? Вот впервые такое на самом деле вижу. Я-то подумал, что это что-то типа доп-бака, но, к сожалению, нет. Также, помимо баков, можно поставить инструментальные ящики, если под спалкой места не хватает. Почему бы нет? Пожалуйста, все здесь к твоим услугам. Можешь делать абсолютно все, что захочешь. Здесь еще раз можно это все дело продублировать. Интересно. Очень-очень интересно. Колеса это мы все с вами смотрели. Здесь у нас, пожалуйста, крыло для оси, оси вот этой третьей поворотной, получается, подъемной. Здесь мы можем поставить защиту кабина, чтобы в случае чего какой-то груз нам не прилетел. Здесь у нас вообще, в принципе, меняются сами крылья. Но раз уж у нас такая история, то можно полностью все это дело вот так вот вместе закрыть, чтобы как-то более-менее это все выглядело, ну, единым, так сказать, стилем. Не знаю, я бы выбрал, наверное, вот так. Так же, плюс ко всему, здесь у нас, обратите внимание, вешаются брызговички. Вот так вот. Интересненько. Очень интересненько. Здесь сзади, соответственно, что это у нас такое? А, ага. То есть, если мы, допустим, выбираем вот такие, грубо говоря, крылья, да, то брызговики мы сможем подвесить только здесь. И как бы, по большому счету, все, что мы здесь можем поменять, это только вот что-то еще дополнительное под задние фонари и так далее и тому подобное. Но, если мы поставим, допустим, просто вот обычные крылья, да, то есть, чтобы оно просто было спереди, то здесь вот как эта ситуация работает. Здесь различные есть элементы крепежей. Можно вообще полностью все это, кстати, убрать. Интересно. Очень интересно. Типа, торпешить какой-то старый трак, что ли? Или что-то в этом роде. Ну, и здесь посередине, как бы, все понятно. Это я уже вам все показал. Далее. Здесь плейт на раму. То есть, можно закрыть у нас раму. Либо полностью шлифованным, полированным таким сделать, да, либо вот, как, грубо говоря, там в автобусах или где-то на пол эти металлические настилы кладут. Чуть-чуть только здесь. И, соответственно, полный, но без задней части. В этом месте что у нас? Ага. Вот эта вот юбочка. Здесь мы ее, видите, поставили. Здесь ее нет. И вот здесь она у нас также продолжается с возможностью установки различного рода лампочек. Здесь по сечению различные трубы мы можем поставить от 5 до 8 инчей, соответственно. Здесь защиту вот эту труб. Тоже прикольно выглядит. Ну, и тут просто верхушки, законцовки труб. Либо вообще, в принципе, разную высоту этих самых труб можно выбрать. Здесь лампочки. Очень их, опять же, много. Даже вот здесь снизу. Не ожидал то, что здесь они даже могут появиться. Обычно такое ставится только сверху. Ну, и здесь можно вот так сзади тоже затюнячить. Почему бы нет? Опять же, лампочки. Любители лампочек будут очень довольны. Здесь мигалки. Ну, я думаю, здесь это нам пригодится. Вот такой Dual Scoops. Не знаю, что это такое. Это, видимо, направляющие для люка. Так как у нас там есть люк, который можно открыть. И, типа, якобы такие две направляющие, чтобы воздух направленными потоками попадал в салон. Выглядит прикольно. Если у нас просто обычный дайкэп, да, без вот этой спалки, то можно поставить вот такой замечательный спойлер. Ну, в принципе, его можно и поставить сюда, но какой от этого толк и визуал портится. Выглядит, короче говоря, не очень. Здесь козырёчки. Козырёк-то, кстати, классно ставится на упор. Впервые такое вижу, на самом деле. Очень прикольно выглядит. Здесь у нас идёт табличка водителя. Здесь у нас меняются зеркала, точнее, корпуса зеркал. И можно поставить ещё с небольшим дополнительным маленьким зеркальцем. Здесь кастрюльки. Вот эти у нас меняются на фильтрах. Здесь непосредственно... Господи, я забыл. Крепежи, как на баках на топливных, короче говоря. Ну, и здесь у нас, соответственно, меняются сами эти фильтра. Вот этот вообще, конечно, мега прикольный. Как будто это какой-то внешний блок сплит-системы. Его я оставлю. Выглядит очень забавно. Оставлю его. Здесь такие хромированные элементы можно поставить. Можно поставить защиту, чтобы мало ли вдруг там что-то не перебило и так далее. Но эту полоску под кабиной я уже показывал. Здесь ещё один можно поставить. Вот такой вот классный шильдик. Фары я вам также уже показал. Здесь у нас идут поворотники. Под современщину можно сделать. Здесь у нас идут зеркала на капот. Тут вот эти маркера-поворотники. Либо с белым стеклом они могут быть, либо с оранжевым. Ну, это вот всё зависит с тем, что вы будете ставить здесь. Здесь опять это здесь меняется. Как-то она мне под руку так попалась. Тут у нас флажки. Здесь вот такие маркера могут быть на этот бампер. Ну, и сами бамперы. Их тут достаточно много. Они с различными элементами тюнинга. Но я для начала вам просто покажу их все. Их реально очень много. Я думаю, что действительно каждый, кто так или иначе захочет что-то здесь интересное создать, он по-любому создат. Потому что бамперов просто какое-то невероятное количество. Плюс здесь вот можно тюнить. Но тут кривые какие-то элементы. Либо это ещё не исправлено. Либо это просто не подходит пока что на данный момент под мой бампер. Что скорее всего, да. Я не думаю, что в финале, в релизе это бы всё вышло. Но вот самая такая... Пока вот такой вариант это поставить именно техасовский номер. Здесь на капоте утка чёрная. Серебряный, соответственно, бульдог. Серебряная утка. Золотой бульдог. Либо золотая утка, соответственно. Здесь у нас идут мухобойки. Они мне очень сильно напоминают игру дальнобойщики 3. Потому что только там я их ставил. Более я их не ставил нигде. Ну вот, в принципе, и всё. По внешке вот такая вот у нас получается машина. Конечно, накидано просто невероятного колхоза. Но ко второй части видео я всё это, конечно же, поправлю. По тюнингу салона. Давайте тоже быстренько здесь посмотрим, что есть. Зеркало. Можно поставить что-то из навигации. Сам решёточку вот эту, да, я забыл. Просто не было видно его, откровенно говоря. Далее здесь, что это такое? А, это защита. Всё, увидел. Вот иногда прям путаешься. Вот что меня очень сильно накаляет в некоторых модах. Это когда снаружи смотришь, да, на машину. И что-то можно менять в тюнинге салона. Вот прям бесит меня это. И когда, наоборот, садишься в салон, ты что-то можешь менять снаружи. Вот прям меня это дико раздражает. И я не люблю прям вот эту историю с модами. Но вот, к сожалению, так оно остаётся. Окантовки приборов можно сделать под хром. Тут у нас бампера вылезли. Здесь у нас несколько типов рулей. Опять же, какой хочешь, такое можешь себе поставить. Это я уже показывал. Это вонючки у нас на воздуховоды. Вот так вот это всё можно закрыть. Здесь небольшой у нас идёт тюнинг пола. Саму панель можно эту сделать под пластик. А это у нас, к сожалению, никак, как и полагаю, не меняется. Куда бы я не нажал. Здесь слоты на приборную панель. Если есть у вас сисалон, пожалуйста, тут поддерживается без каких-либо вопросов. Это слоты на лабаж. Тоже сисалон у нас тут есть. Здесь висячие предметы. Здесь у нас меняется козырёк. Тут вот такая замечательная рация. Потому что, ну, больше, по всей видимости, ставить её некуда было. Поэтому ставили её в те времена. По всей видимости, именно сюда. Тут у нас идёт тюнинг сидушки. Здесь можно положить подушку. Тут можно затюнить стенку. Здесь что-то кинуть на пол. Ой, точнее, на кровать. Ну и здесь у нас уже, опять же, почему-то идёт внешний тюнинг. Опять же, внешний тюнинг. И тут что-то можно поставить на пол с палки. Ну что, вот такой вот у нас получается трачок классический. Выглядит действительно здорово. Мне он нравится. И теперь мы отправляемся на тест-драйв. Итак, ночные тест-драйвы. Подаём питание. Загораются уйма контрольных ламп. Которые, как я полагаю, не погаснут ровно до того момента, как мы не запустим двигатель. Также рация у нас заработала. Навигация. Кстати, да, навигация. Я её нашёл. Вот в этой куче думесов. Я просто её потерял. И даже вообще не обратил на это внимание. Это вот всё-таки к слову о том, что есть такой косяк. Внешний тюнинг видно из салона. И это, на самом деле, очень часто сбивает с толку. Снаружи машина себя вообще никак не выдаёт абсолютно. Но как только стоит мне включить габариты, так сразу всё озаряется оранжевыми лампочками. Сзади у нас даже красные лампочки появились. Ну вот, в общем, вот так, ребят, я заколхозил всё это дело лампочками. Выглядит на самом деле круто, я хочу признаться. Все линии ровные. Всё обалденно. Очень обалденно выглядит. Включаем ближний, включаем дальний. Включаем аварийку. То есть, ну, в принципе, такая весьма стандартная проверка. Ну и также здесь у нас и стопаки, короче, залочены. То есть, всё вот прям в одни фонарики идёт. В этом плане, конечно, американские лампочки очень кайфовые. С салона включаем габариты. У нас просто все загораются стрелочки. Подписи к контрольным лампам и не более того. Включаем ближний свет. Выключаем дальний, включаем дальний. Ну, просто видим, да, что у нас есть индикации. В этом плане всё здорово. Аварийка, пожалуйста, также работает. И вот блокировочка там на торпеде у нас елозит этот прыщик. В остальном всё. Больше здесь проверять нечего. Поэтому в спалочку и отдыхаем. Всё-таки красивая картина, согласитесь, когда вот так ты сидишь в спалке. Мне чем-то напоминает это третьи дальнобойщики. Там вот это добавили. Это было идеальным. Но там, правда, ещё была такая камера в третьих дальнобойщиках, что можно было на пассажирском сидении ездить. И это прям выглядело очень круто. И было видно нашего Ника Перепилова, где он там передачи переключал. Ну, короче, в этом плане прям в дальнобойщиках третьих вообще обалденная тема. Так, пересаживаемся обратно за руль. Включаем дворники. Вот такие вот они у нас в разные стороны работают. Это первый режим, это второй режим. Ну и третий, соответственно, постоянный. Можно сказать, быстрый. Насколько это возможно снаружи, пожалуйста, тоже дворники работают. Отпускаем левое стекло. Тут у нас свеклоподъёмник механический. Опять же, спокойненько всё это поднимается. Линия капелек собирается с правой стороны. Всё то же самое. Вот, пожалуйста, линию видно. Снаружи, если хотите, стеклоподъёмники также рабочие. Вон видно, он елозит. Ну и этот, соответственно, тоже у нас поднимается. В этом плане всё круто. Всё, больше нам дождь не нужен. Мы здесь выставляем нолик. У нас начинается, наконец-таки, хорошая погода. Теперь посмотрим на регулировки. Регулировка сидения работает. Так что, я думаю, в принципе, каждый под себя всё это дело сможет отрегулировать. Руль у нас также, обратите внимание, регулируется. Но не регулируется он у нас по вылету. По наклону да, но по вылету, к сожалению, нет. Регулировка зеркал. Вот тут очень-очень-очень будут бомбить те, кому не нравится, что зеркала не видно. Но вот, пожалуйста, да. Это такая классическая история. Но мы видим то, что большое зеркало у нас шевелится. Маленькое левое у нас также работает. Капотных зеркал у меня нет. Бокового здесь нет, в принципе. Правое зеркало всё хорошо. И правое малое также работает. Работает подсветка приборов, да, регулируется. То есть, в этом плане всё круто. Вот где включается блокировка. Прям вот она, видно, что она работает. Это у нас, пожалуйста, ручничок. Анимации рычага КПП здесь, к сожалению, нет. Аварийка у нас вон там под рулём флажок выдвигается. Правый поворотник, левый поворотник, тормоз с двигателем. Вон у нас, видите, тоже тумблерочек поднимается. Так что здесь работает анимация абсолютно вся та, которая должна была работать. Давайте просто запустим мотор, чтобы проверить работу пневмоподвески. Мы уронили передок, мы уронили заднюю часть. Сейчас мы всё это дело ставим в транспортное. Потом просто берём это, поднимаем вверх. И опять снова это мы всё с вами бросаем. Мне вот интересно посмотреть, есть ли индикация поднятой оси. Сейчас я нажал клавишу, чтобы ось поднялась. Но нигде я никакой индикации не вижу. Но вижу зато то, что у нас работает тумблер. Вон, видите, справа от руля он у нас шевелится. То есть даже этот момент здесь реализован. Ну и на этом, в принципе, всё. Остаётся только классический тест-драйв. Остаётся послушать звуки. Мне тягач очень понравился. Я хоть и не особо любитель вот этой всей на самом деле техники, да, классической. Но почему бы нет, имеет место быть. Иногда можно на таком покататься. Тем более всё это сделано очень качественно. Это не так много весит. И, в принципе, по оптимизации очень и очень даже неплохо всё получилось. Ссылка, повторюсь, будет в описании. Повторюсь, что там нужно поставить цену 0 долларов, прописать свой e-mail. И вам придёт ссылка на e-mail с этим модом. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок